итак дорогие друзья все начинаем начинаем урок и дерево как у оленя растет как у оленя этого самого из бруна ментхаузена когда он рассказывал что оленью лишнего косточка выстрелил и у него из лба росло дерево был старый советский фильм также у меня сейчас дерево растет из головы все дорогие друзья все кто пришли молодцы кто подходит сейчас подойдут еще как виктор привет как раз виктор подошел к миссару больше больше он по нашему в руках от 1 или 2 холом шоколе бедро все мы начинаем четвертую главу 4 глава книга притчи царя соломона и в четвертой главе мы сейчас узнаем что нам хотел передать царь соломон значит первое что нам передает 1 отрывок четвертой главе он нам говорит так шибу баним мусар а слушайте сыновья мусар папы то есть он еще раз нам говорит это несколько раз уже повторялась шмабни мусара виха слушать сынок мусар своего папы а сейчас он говорит уже слушайте сыновья во множественном числе он говорит то есть он понимает что мы же в четвертой главе под собрались нас больше она сейчас говорит уже во множественном числе мусар мы знаем что такое мусар мусар это психология торы то есть мусар это такая свойство ума при котором ты заставляешь себя делать правильные вещи хотя делать их не хочешь вот например я сейчас устал устал вчера тренинг закончился прям сильно устал и вообще не хотел сегодня ни на шахарит идти и урок проводить но мусар это мусар от слова масса артюрьма и от слова ли ср страдания мне мой мусар говорит ну да конечно может остаться да но проблемы в этом сам сам будешь потом сам решать свои проблемы тебе нужны проблемы лучше сейчас пойди напрягись соберись по повались поучи тору и значит и тогда как говорится что в перте вот есть такая мечта а микобель алав оль тора тот кто принимает на себя ярмо торы маги римми на ол молхут вольдера херец с него снимается ярмо молхута это царство и р модер херец забота о пропитании то есть я себе думаю хорошо я сейчас пропущу шахарит раз пропущу урок 2 но пусть послезавтра я вместо этого должен буду утром вставать на работу там на 8 утра идти и асфальт грузить она мне надо я лучше встану помолюсь и мне лучше ярмо бога чем ярмо людей потому что в любом случае человек не свободен и я принимаю на себя ярмо бога понятно да и это все что я себе это рассказал это называется мусар то есть я сам себе умышленно предпричинаю страдания для того чтобы избежать больших страданий мусар понятно шмабни мусар а в мусар папы то есть вот это вот мужское начало которое заставляет есть как и не я да так вот а вы так как мужское начало оно такое жестко заставляет но лучше здесь править жесткость потому что каждый человек должен получить в мире определенную дозу страданий то есть нету этого этот мир не для получения награды у тебя есть два варианта или ты гоняешься за удовольствием и потом получаешь страдания концентрировано или ты день за днем получаешь мини страдания выполняя правильные вещи напрягаясь но ты как бы за день получил много страданий но плюс у еще осталось знание какое-то ты куда-то двигаешься в акшиву ледад бина и прислушивайтесь ухо преклоняйте познавать бину то есть мусар это как бы здесь хохма божественная от нее производная мусар это заставляет то что идти по этой хохме божественная а дат и бина это элементы познания мира то есть получается так что каждый человек смотрит на мир сквозь какую-то призму то есть нет чистого восприятия есть фильтры восприятия русский язык прошлый опыт ценности убеждения то есть человек воспринимает мир сквозь фильтры восприятия так он говорит акшиву прислушивайтесь познавать бину познавать вот эту вот свою логику то есть наблюдайте за своей логикой наблюдайте как работает голова и когда вы начинаете разбираться как работает голова в этот момент вы начинаете управлять своей головой то есть обычный человек он не разбирается как работает его голова он просто живет в потоке своих мыслей и впоследствиях своих мыслей включая опять же ту же мясорубку человек который поднялся на более высоте уровень развития который изучает он наблюдает за своим и инструментом познания мира и он этот момент когда наблюдает за ходом своей мысли он может его подкорректировать потому что следствие хода мысли это все события в нашей жизни понятно и вот значит это нам он сказал в первом отрывке второе тела кахтов на татила хэм тарати альта азову это он уже передает от бога который который говорит лэк ахтов то есть урок хороший тора она ничего вас не забирает я вам даю тору чтобы вы через тору получили все добро лэк ахтов то есть это добрый удел это не то что человек учит тору и он из-за этого страдает наоборот то есть он изучая тору он чуть-чуть конечно напрягается это так называется амаль тора но человек создан для труда ты можешь выбирать просто какой труд ты будешь трудиться но тот кто учит тору он трудится но награда его невероятно большая и в этом мире в мире грядущем то есть уровень удовольствия в итоге который ты получаешься равно он выше чем от чего-либо другого и бог сказал лэках урок вот этот вот хороший на такие лахэм я дал вам тора ти тору мою то есть бог не говорит тору я вам дал он говорит тора ти тору мою то есть что такое тора тора это есть можно сказать такое слово интеллект бога то есть это мысль бога и как через люди могут общаться через разговор то есть я сейчас говорю там кто-то слушает он воспринимает и он в принципе общается со мной также через тору бога мы общаемся с богом то есть это его интеллект и дружок выходит из него и мы воспринимаем эту тору изучая ее обдумывая ее мы в этот момент соединяемся с богом на уровне таком ну самым самым доступном значит тора ти альтазову не оставляйте ее значит он пишет что тору бог говорит тору ее оставлять нельзя потому что тот оставляет тору я видел много таких людей они перестают изучать то есть они учились учились решили в какого-нибудь они там в каждый день по часу общались с богом потом они говорят но все же прошел я один раз хумаж каждую неделю недельную главу 2 1 3 1 чем не четвертый раз учить уже не буду читать аллахо да и уже все знают все шадила я делаю все одно и то же все уже знаю все вопросы задал и в этот момент дух а черта мозг не останавливается и в этот момент мозг начинает постепенно заполняться вместо торы какой-то другой там информационной историей и об и вытесняет человек отходит от бога вообще от заповеди или остается но он такой пустой ну как пластмассовый то есть единственная возможность непосредственного живого общения с богом это ежедневно изучение торы понятно да да шалом шалом майя розенфельд майя шалом и нацерателита оказывается у нас есть хорошо в киеве мы находимся вот сегодня первый день плюс один а то было минус 10 и вот значит дальше третий отрывок царь соломон он нас вводит в свою жизненную историю то есть он я читал комментарии что это он говорит о себе тибэн а эти ли ави что я сын был для моего папы рах в яхид лифнееми нежный и единственный перед мамой значит история рождения царя шалома была очень необычная значит царь давид его папа велите царь давид пророка близки к богу вообще и он значит то вся его жизнь каждая секунда его жизни все его желания были только подчинены тому чтобы приблизиться к богу он все время или учил тору или молился или учил или молился он был все время в этом состоянии и вот он как-то богу говорит почему называется бога врама бог отскака и бог якова почему не называется бог давида бог ему говорит потому что их я испытывал у тебя нет он говорит испытай меня испытай меня по говорит ну ладно просишь испытание кстати нельзя просить испытаний никогда не просить у бога испытания потому что это ну это неправильно лучше сразу говорить вот я всегда говорю богу я слабое испытание не выдержу все меня лучше не испытывать то есть каждому даются испытания по его силе знаете есть люди сильные такие все и у них прямо вообще так плющит колбасит бьет. Потому что они говорят, я сильный, я выстою. Я говорю, я не сильный, я не выстою, мне не надо испытаний. Пожалуйста. Я очень слабовольный человек, это все знают. Ну, я знаю это точно. Хорошо, значит, а царь Давид, он был сильный, он был воин. И он говорит, испытай меня. Как испытывал про отцов. И тут же он видит ситуацию. Он видит женщину, у которой муж на войне, боевой офицер. И он видит, что от нее должен родиться Машех. А он должен выполнять приказы Бога, потому что он царь Давид, вообще во всем для него. Вот приказ Бога, это для него главное. И тут ему как бы открываются глаза, ну, какое-то ощущение, как он пророк, и он видит, что вот, он должен на ней жениться, потому что должен быть Машех от нее. И медлить нельзя. А она замужем. Подстава. Как? Вообще как? Что делать? И он вообще не понимает, что делать в этой ситуации. С одной стороны, приказ Бога, вот сейчас, вот от нее будет Машех жениться. С другой стороны, жениться нельзя, потому что Патория, она замужем. А замужняя женщина, это, ну, там, карет и все. И он думает, что мне, я должен, значит, пожертвовать собой, как карет, получить, ну, там, отсечение души, но чтобы родился Машех. Хотя это будет Мамзер. У него вообще полностью такой, знаешь, как было, когда Бог Аврааму Авину сказал, убей своего сына, а теперь принеси в жертву своего сына, единственного, любимого, от которого я сказал, что от него пойдет еврестий народ. И Авраам Авину такой, я не понял. Типа, до этого был, здесь приказ, нет им дала поклонству, нет убийству, только добро, только любовь, а тут возьми нож и убей. Что слушать, первые приказы или последний приказ, или то, что сейчас. Авраам Авину выбрал то, что сейчас, убить. И его Бог еле остановил в конце. Царь Давид выбрал, что тоже, как Авраам Авину, последний приказ, то есть он сделал то, что сейчас, вот он увидел, что от него в машинах будет. То есть он не посмотрел то, что было до этого, он сделал, как Авраам Авину. Дела отцов, знак для сыновей. И он, значит, на ней женился. Он на ней женится. Ну, думает, все, выполнил приказ Бога. Что же дальше? Какие испытания? А дальше, дальше она беременна. И он вдруг понимает, что сейчас скажут, что царь Давид, царь Израиля, царик, праведник, он взял замужнюю женщину, замужнюю женщину, жену боевого офицера, который сейчас на фронте воюет. И он думает, секундочку, это сейчас будет Хилу-Ля-Шем, вообще страшная тема. Вообще это, как сказать, осквернение имени Всевышнего. И кто это сделал? Царь Давид. Вообще. Он думает, что делать? Вообще непонятно. И он думает, что же делать? И он, тогда зовет, он решает поступить так же, как поступил Якова Мину, примерно. А как поступил Якова Мину, он когда хотел получить благословение от отца, ему так мать сказала сделать, он переоделся в Исава. Он думает, ну что, если про отцы скрывали, что, ну там, значит, я тоже могу. То есть, он же просил испытания, как про отцы. И он, значит, зовет этого боевого офицера с фронта, говорит, зовите его с фронта срочно, пускай он идет к жене, и тогда, ну, скажем, что это от него ребенок. Этот боевой офицер приходит с фронта, и с донесением, уриахитийцев вызвали. Все, на фронте дела хорошо, царь Давид ему говорит, все, иди к жене. Он говорит, мои боевые товарищи в это время воюют, я не могу идти к жене. Это, ну, типа, не по понятиям моим офицерским. Царь Давид говорит, я тебе говорю, иди к жене. Он говорит, не пойду, все, я возвращаюсь на фронт. Ну, царь Давид говорит, ладно, устраивать пир, он его поет, ну, чтобы он пьяный был, думает, ну, пьяный-то он к жене пойдет. Уриахитийц говорит, не пойду к жене. Ну, это же не уриахитийц, это же царь Давид, а понимаешь, это Бог сейчас с ним ведет диалог. То есть, ты просил тебя испытать, вот и испытание, что ты дальше будешь делать? Царь Давид вообще в непонятных, вот, ну, что ему дальше делать? Он думает, так, что же мне делать? И он, значит, пишет письмо уриахитийцу, запечатывая, потому что он передал это письмо начальнику там, фронта, что уриахитийц, идица отправить в опасное место и пусть он там погибнет. А что ему было делать? То есть, у него, или Хилу-Ля-Шем, у него, он между двух зол вообще, то есть, он понимает, что я, с одной стороны, хочу выполнить приказ Бога, с другой стороны, чем я дальше туда иду, тем больше я попадаю вообще в ловушки, вот в такие ловушки вообще расставленные везде. Значит, он ему дает письмо, тот идет на фронт, уходит и погибает. Значит, ребенок, который родился у Батшевы, первый вот этот ребенок, он погиб, он умер. То есть, семь дней он был болен, царь Давид постился, молился, брал там все на себя, делал шуву, но ребенок умер. И он говорит тогда Батшеве, то есть, да, я это испытание не выдержал, но, говорит, если следующий ребенок родится, я же видел в пророчестве, что Машех будет от тебя, значит, он будет царем Израиля. И вот этот второй ребенок, это был царь Соломон, который родился. Но что интересно, в Талмуде разбирается потом этот весь, вся эта история. И рабе Иуда, по-моему, рабе Иуда, если я правильно помню, он говорит, тот, кто сказал, что царь Давид согрешил, ошибается. Он не согрешил вообще ни в чем. Как не согрешил, если потом пришел пророк Натан к царю Давиду и ему говорит, вот я сейчас рассказываю тебе историю, а ты ее, пожалуйста, засуди сам. И он ему рассказывает историю, что было два человека, один бедный, один богатый. И у богатого было много овец, а у бедного была одна овечка. И богатый забрал эту одну овечку и ее зарезал и съел. Как его судить надо? Он спрашивает царя Давида, как его надо судить. Царь Давид говорит пророку, он не понимает, а что пророк ему эти истории рассказывает. Но он говорит, ну как его судить? По Торе, значит, он за овцу должен в пять раз заплатить. В четыре раза. В четыре раза за овцу заплатить должен. То есть украл, убил, съел в четыре раза. В Торе написан один. Но я как царь, царской властью своей, говорю, что его надо убить. Казнить за то, что он такой негодяй и подлец забрал эту. А пророк Натан ему говорит, что ж ты наделал-то? Это ты. Это была история про тебя и про Урия Хитийца и про Батшеву. Это ты. Сейчас ты себе подписал смертный приговор. И царь Давид в этот момент, он говорит, о, хатате, я согрешил. И он тут же делает шуву. То есть сам царь Давид делает шуву. Для нас, кстати, большой урок, когда человеку дают разные ситуации и он судит кого-то, то он судит себя в этот момент. Он не судит кого-то. Он устанавливает меру суда, по которой его будут судить в подобных случаях. Поэтому люди жесткие, педантичные, такие, которые на всех гонят, у них очень сложная жизнь потом. Будьте добры, взаимовежливы, не судите никого строго, потому что не суди ближнего, пока не попадешь на его место. А если судишь, ищите всегда какие-то позитивные вещи, потому что он же не хотел сделать плохо. Вот, ну, скорее всего, и даже на 100% он не хотел делать плохо. Ну, в большинстве, в большинстве случаев. И вот, значит, так царь Давид сам сказал, что я согрешил. Как же Рабиуда говорит, что он не согрешил? Теперь, какой тут ответ? Рабиуда говорил по букве закона. То есть, когда царь Давид увидел Батшеву, она действительно была замужем, и ее муж был на фронте. Но когда мужья уходили тогда на фронт, они писали жене разводное письмо, дед, что с момента, как я вышел из дома и ушел на фронт, если я не вернулся с фронта, даже если неизвестно, погиб я или не погиб, но я не вернулся, когда с войны все вернулись, значит, ты с этого момента разведена. Потому что раньше, ну, они это сделали специально, чтобы не было агунота. Агуна это женщина, которая замужем, но муж неизвестно где, и она не может выйти второй раз замуж, а вдруг он не погиб. Так они писали на всякий случай вот такой вот дед, с такой формулировкой. С момента, как я вышел из дома, ты становишься свободна, если я не вернусь с войны. И он ушел, у нее есть это письмо. Теперь он жив, но он, когда царь Давид попросил его вернуться домой, он домой не вернулся. Он остался во дворце, и он нарушил приказ царя. По закону Торы, тот, кто нарушает приказ царя, царь, даже если хочет его простить и не дать ему смертную казнь, он не имеет права этого сделать, потому что, потому что власть царя, это от Бога. И тот, кто идет против царя, он идет как бы против Бога. Поэтому царь Давид должен был его казнить, по закону Торы, он должен был за неповиновение царскому приказу, за то, что тот не пришел домой, он должен был его казнить. Поэтому то, что он его отправил на фронт в то место, где он погиб, это было по закону Тора абсолютно правильно и обоснованно. Получается, тот погиб, домой не вернулся, она разведена с момента, как царь Давид, с момента, как он ушел на фронт. То есть в момент, когда царь Давид с ней был и зачал ребенка, она уже была разведенная, потому что он не вернулся, значит сработало с момента, как он ушел, она разведена, все, по закону он был абсолютно чист. Но это если мы возьмем букву закона, если мы возьмем дух закона, духовные разные штуки, его суд на себя, он сам сказал, я хотать, я согрешил, такого надо убить, то получилось, что он себе на духовном плане сделал очень сложную, сам же сделал очень сложную ситуацию. И получается, что мы теперь видим величие праотцов, которые настолько были близки к Богу, настолько они были, как бы, вот, ну, полностью воплачали в себе Тору, что они не ошибались нигде. А царь Давид, когда попросил, поставь меня в такую же сложную ситуацию, как был Авраам, которому Бог сказал, иди себе и в ту землю я тебя благословлю, множу твое потомство, у тебя будет все отлично, он приходит, а там голод. И он Богу ни слова не сказал, он говорит, отлично, вообще, идем в Египет, в Египет, жену забирают, она ему говорит, Авраам, а как же так, Бог же, ты же мне говорил, Бог тебе сказал, я тебя благословлю, я умножу твое потомство, увеличу тебя, и что, меня забирают к фараону, к чему это все? А этот Авраам Авраам говорит, Бог все знает, отлично, не парься, все будет хорошо. А потом, когда он сына забрал убивать, она вообще же говорит, как так вообще? Он говорит, Бог все знает. То есть, про отцы были на самой высокой ступени, царь Давид был чуть-чуть ниже, чем про отцы, на маленькую-маленькую ступенечку. И, а нам все это сообщено, чтобы мы учились и запоминали эти законы все. Какие законы мы должны запомнить? Первое, нельзя никого судить. Второе, нельзя, ну, строго судить. Второе, нужно быть очень, как сказать, если не знаешь, что делать, лучше сядь и не делай. Вот так вот, это, знаешь, шеф Аль-Тасе. И здесь тогда нам, заканчиваем уже это занятие, третий урок, о, третий отрывок, еще раз. Тебе на и теле ави, я сын был для моего папы. Это, как бы, такая, в этой фразе история громадная, колоссально скрытая история, что значит сын я был для своего папы. Вот сейчас мы знаем, то есть, это вся история, насколько он был важен для царя Давида, насколько он был близок к царю Давиду, насколько это было, ну, вот у них была такая глубочайшая связь. Рахве яхит лифне ими. И я был нежный и единственный перед моей мамой. Для мамы это было вообще, и там есть история, как же он потом стал царем, как царь Давид уже был старый, как его брат хотел захватить власть. Там целая была история вообще, ну, уникальнейшая история. Ну, мы сейчас на этом останавливаемся. Все, значит, три отрывка мы сегодня выучили. Есть, есть, я ссылочку разместил, там есть перевод всех этих отрывков, тексты. Все, значит, Тору надо учить, повторять, рассказывать, запоминать, сделать свой вывод, обрабатывать, ну, и так далее. То есть, нужно, чтобы мышление Тора зашла и определяла все наши решения, действия и поступки. Все. Удачи, успехов, божественное благословение. Всем, кто учит Тору. Пока.